Привет! Сегодня мы разберем одну из самых важных тем в цифровом аудио – качество звука при конвертации файлов высокого разрешения. Почему одни программы звучат чище других, и что отличает профессиональные решения от массовых? Да, привет! Эта тема особенно актуальна для тех, кто работает с Hi-Race форматами. Мультибитные PCM – это WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WavePack и прочее. И однобитные DSD – SACD ISO, DSF, DFF. При создании и хранении музыки часто возникает необходимость переводить аудио между форматами, чтобы они соответствовали требованиям платформ, магазинов загрузок, стримингов, плееров или домашней аудиосистемы. Кроме того, при воспроизведении качество звука может зависеть от аудиоразрешения файла. Поэтому с помощью конвертеров музыки мы можем подобрать то разрешение, которое даст лучший звук именно на нашей системе. То есть даже меломану иногда нужно перешить свой трек под свою систему? Именно! Это и есть офлайн-конвертация – обработка без ограничений по времени воспроизведения. В отличие от конвертации на лету, офлайн-подход позволяет использовать более сложные и ресурсоемкие алгоритмы, что может дать преимущество в качестве итогового звука. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. В этом ролике мы максимально сжали информацию, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! А что именно делает офлайн-подход более качественным? Главная сложность – ресэмплинг, то есть изменение частоты дискретизации. Если фильтры, используемые при ресэмплинге, недостаточно точные, появляются искажения и шум. Поэтому разработчики, которые стремятся к максимально прозрачному звучанию, уделяют огромное внимание качеству фильтров. Я знаю, что автор нашего канала, создатель Ауи Конвертер, много лет экспериментировал с такими фильтрами. Да, можно сказать, что это один из примеров систематического подхода. В Ауи Конвертер используются тысячи индивидуально рассчитанных и настроенных фильтров. На момент записи их уже 1734. Каждый фильтр оптимизирован под конкретную комбинацию частот дискретизации, чтобы минимизировать артефакты и сохранить натуральное звучание. Это подход, где точность ставится выше скорости. То есть цель – сделать конвертацию максимально прозрачной для слуха? Именно. Оценить эффективность таких алгоритмов можно по спектрограммам. Например, при переходе между форматами PCM и DSD видно снижение шумового фона примерно на 18 дБ по сравнению с типичными методами. Это заметное улучшение, особенно при работе с хайрезным махериалом. Хорошо, но можно ли как-то проверить это качество самостоятельно, без лаборатории? Да, конечно. Многие разработчики, включая автора AUI Converter, предоставляют бесплатные версии своих инструментов с теми же алгоритмами обработки, что и в полной версии. Так пользователь может оценить качество работы на своей аппаратуре или сравнить спектры конвертированных сигналов самостоятельно. Это отличный способ почувствовать разницу не на словах, а на слух. Это разумно. Сначала убедиться, потом решать. А какие еще функции важны для серьезной работы? Несколько ключевых моментов. True Gapless Conversion. Отсутствие микропауз и артефактов между треками. Бесшовный переход. Это особенно важно для концертных и оперных записей. Пакетная обработка. Возможность работать с большими коллекциями файлов. Поддержка частот до 1,5 МГц в PCM и DSD-1024 для самых требовательных хайрез задач. Оптимизированные фильтры. Снижение интермодуляционных искажений от ультразвука и расширение динамического диапазона. Да, это уже профессиональный уровень. Да. И важно понимать, конвертация хайрез – это не просто пересохранение файла. Это адаптация под особенности ЦАП и устройство воспроизведения для лучшего звучания. И если все сделано правильно, вы слышите музыку, а не работу алгоритмов. Звучит философски. Получается идеальная конвертация та, которую мы не замечаем, потому что она не оставляет следов? Или они настолько ничтожны, что мы их не замечаем? Именно. И тогда внимание возвращается к тому, ради чего все это и делается – к самой музыке. А при воспроизведении аудиофайлов правильно выбранное разрешение может дать выигрыш в звуке на конкретном ЦАП или устройстве. Для тех, кто хочет глубже разобраться в технологии конвертации, в описании под видео есть ссылки на ресурсы Aue Converter и материалы о принципах ресемплинга. Там подробно разбираются принципы ресемплинга и примеры измерений. На этом наше сегодняшнее обсуждение завершается. Спасибо тебе за интересный разговор. Друзья, ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своим опытом, сталкивались ли вы с проблемами при конвертации аудиофайлов. Ваши комментарии помогают нам делать контент еще полезнее. А чтобы не пропустить следующий ролик, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен! Субтитры подогнал «Симон»!